На чужом языке Некто осведомился, умна ли та барыня, с которой поэт только что беседовал Бог весть обронил Пушкин, ведь мы говорили по-французски Труперда и толпёга А ещё Фефёла, толстая, неповоротливая баба Бестолковая, грубая, неотёсанная, вроде кичливых аристократок Что причисляют себя к высшему кругу, а потолкуй с ней по-свойски Точит всё и откроется Великосветских Фефёл подразделял Пушкин на два сорта Первый – княжна Труперда Самый первый – графиня Толпёга Синонимический ряд Свинья, хрюшка, чушка, хавронья Последнее искажённое имя – февронья Молодой Пушкин произвёл его в мужской род И направил в университетского профессора Михаила Трофимовича Коченовского Хафрониос – ругатель закоснелый Столетие с лишним Не вчера Пушкин князю Вяземскому Не позднее 21 апреля 1820 года Круг поэтов Час от часу теснее Скоро По недостатку слушателей Будем читать свои стихи Друг другу на ухо И то хорошо Наш век не век поэзии Поэзии Анекдот Будто бы Рассказанный Пушкиным 14 декабря 1825 года У Орликина спрашивают Что он предпочитает Что он предпочитает Быть Повешенным Или Колесованным Я Говорит Орликин Предпочитаю Молошный суп Консультант Поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов Написал о действиях И маневрах Во вражеском тылу Статью Отправили На отзыв Почтенному старцу Члену Военно-цензурного Комитета Это все равно Сказал Пушкин Что Послать Князя Потемкина К евнухам Учиться Обхождению С Женщинами С С Поршу И Чудные Проверье Что Значит Учить Учитель